Приветствую вас, ответить на ваш вопрос мне не представляется возможным, максимально точно, с учетом той информации, которую я предоставил, потому что слишком мало, слишком мало вы о себе рассказали. А видите ли, история, она такая, что если вы не делаете того, что нужно делать, да, вот, ну, сил, так сказать, причин определенных, если вы не делаете, то значит вы не хотите. То есть вы понимаете, что вам надо это делать, но надо и хочу, это разные вещи, понимаете, надо и хочу, вещи очень разные. Если вы руководствуете столько тем, что надо, то вас не получается делать то, что надо. Вот, там это вы чувствуете, наверное, что это, ну, либо не совсем ваше, да, либо это все-таки вот как-то, ну, не отвечает. Ваше желание, да, не отвечает вашим потребностям там и так далее. Вот, вы это чувствуете. Вы не можете этого не чувствовать. Вот, соответственно, привязка, привязка к чувствам нужна более полной, чем сейчас. То есть сейчас вы действуете только вот в контексте, в контексте того, что я должен. Вот. А я должен, мне надо и так далее. Вот. А это работает все-таки немножечко не так. Вот. То есть это работает все-таки больше именно через, хочу, через четкое понимание того, что мне нужно. Вот. То есть понятно, да, что какие-то желания являются вашими, а какие-то желания являются, в общем, не вашими. Вот. И, соответственно, очень важно определить, что вы хотите делать и для чего, что вы не хотите делать и почему. Вот. Я полагаю, что это весьма и весьма важные аспекты, вот, которые помогут вам оптимизировать свои ресурсы, ну, в несколько, в несколько лучшем стиле, в несколько, в несколько лучшем виде, чем сейчас это происходит, вот, на данный момент. Вот. Вот. Вот вы видите, да, есть много всего, чем я могу себя занять, в основном, это, в основном, это образование. То есть образование, это обучение, обучение, получается. Да? Если вы хотите обучаться, то волей-неволей, возникает вопрос, а зачем? То есть как вы будете использовать обучение? Что вы будете делать? То есть вы знаете, как вы, как вы, как вы будете действовать? Вот. Как вы будете использовать те знания, которые, ну, вы получаете на данный момент, например. Если нет, да, если вы не знаете, как, если вы не знаете, как, как, как вы будете использовать эти знания, как вы, как вы будете использовать эти ресурсы, допустим. Ну, я плакаю, что вот вам и демотивация. То есть сознание, точнее, подсознание сейчас, нас удерживает от того, чтобы вы не делали чего-то, что вам, ну, вот, по ряду причин, да, делать не хочется. А вы пытаетесь активно его обойти. То есть, как вы говорите, ему нет, и сознание не право. Вот. Вы присущитесь к себе, вы присущитесь к своим чувствам. Вот. Вот. Я об этом назвал, знаете как, вот, я об этом назвал эээээ. Кажется. То есть вот. Созвольте своим чувствам что-то делать. Иначе вы рискуете вообще отбить охоту у себя что-либо делать, вообще, совсем. потому что образование и обучение будет у вас связано непосредственно только с каким-то лютым негативом вообще, просто, вот. И ничего хорошего в этом быть не может, в принципе, вот. Потому что это должно быть в удовольствии, это должно быть в радости, если вы занимаетесь тем, что вам интересно. Ну или хотя бы, хотя бы, чтобы чётко-чётко понимали, для чего вы это делаете, да, то есть, может быть, может быть, не всегда удается добиться вот этого вот, чтобы какое-то дело принять всего удовольствие, да, но, по крайней мере, можно в этом всегда определить, что я хочу конкретно, да, то есть, что мне нужно конкретно, и понимать, для чего, для чего оно нужно. А, надеюсь, вы понимаете, о чём я говорю, улавливается связь, связь. Ну, что ты тут, я хочу сказать. Вот. А вот, в принципе, то, что можно вам ответить на ваш вопрос. Что ты можешь сказать? Значит, отвечаю на ваш вопрос. Как начать заставлять себя что-то делать, да? Заставлять себя не нужно. Потому что заставлять это себя, контролировать, подавлять, угрожать, пугать и так далее. Вот это, на самом деле, результата не приносит. Ну, не знаю, раскрывать свои чувства. Чувств-чувств, да? Должен задуматься, что, если вы не делаете чего-то, значит, вы можете себе это позволить. Вот. Ну, вы просто вот не можете себе позволить не делать того или иного, да? Можете позволить себе, например, не учиться, допустим. Можете позволить себе, как бы, ну, пребывать в некой пассивности, да? Ну, например. Вот. То есть, это все история. Это все история. Это все история. Это все история, она... Это все история, она провал. Как бы, как бы, да? Вот поэтому прислушиваться к своим чувствам, это первое, что вам вообще нужно сделать. Вот. Именно прислушиваться к своим чувствам, к своим ощущениям, к своим переживаниям, к своей реакции, в том числе, на то, что вы делаете. Вот. Вот так. А чтобы делать нельзя сразу, да, нужно все-таки ограничить соответственность. За что вы отвечаете? За что вы отвечаете? На что вы отвечаете? На отвечаете. Вот. За что вы не отвечаете? Соответственно. Ну, это и так далее. Вот. Это все. Этому всему можно вас научить. Ну, если, если есть такое желание, конечно же, у вас. Но помните, пожалуйста, главное, что образование, любое образование, да, оно должно четко интегрироваться в ту систему, в то видение, которое у вас есть. Да. То есть, это вот именно продолжение того, что вы хотите сделать, продолжение того, что вам интересно, продолжение тех вещей, которые вас привлекали в детстве. Вот. Никак не иначе. По-другому это просто... Значит. Ну, по-другому это просто игно... эм... эм... иллю... иллюзия. По-другому это просто иллюзия. Иллюзия. По-другому это, что вы хотите делать. Вот. Хотя в действительности, в действительности, да, делать вы этого совсем не хотите. А может и хотите, но хотите чего-то совсем другого. Вот, чего хотите, так сказать, говорят. На этом всё, я надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучше. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.